Субтитры создавал DimaTorzok Я долго думала, стоит ли записывать это видео Сначала я полностью отрицала эту идею Мне не хотелось поддерживать какую-то медийную бомбу, которая сейчас растет в мире Но с другой стороны, я поняла, что я ответственна перед вами, своими подписчиками Осветить эту тему, рассказать действительно, что происходит в Нью-Йорке Потому что, безусловно, поступает большое количество сообщений, спрашивая о том, что действительно это правда или неправда о том, что показывают в медиа по телевизору Я чувствую, что всегда этот вопрос, когда мне задают, они хотят услышать, что типа, да, разве наши сомнения, что все то, что говорят, это неправда Но я спешу огорчить вас, что многое, что показывают, реально является правдой, к сожалению Что нам нужно знать для того, чтобы обеспечить себе безопасность? Ну, во-первых, как уже, конечно же, сказано миллион раз, нужно по возможности всегда сидеть дома Чем мы, в принципе, и занимаемся Мы выходим, последнюю неделю вообще практически не выходим До этого выходили на полчаса куда-нибудь в лес погулять И то мы сейчас совсем, как я уже сказала, прекратили свои выходы Просто потому что, ну, во-первых, мы привыкли, что уже такой режим Нам более понятно, что делать с детьми Потому что самое сложное это будет, меня поймут родители, маленьких детей Самое сложное это будет с детьми дома Но я понимаю, что мы такие в мире не одни И нас даже не 100, не 200, и не 1000, и не миллион А такие гораздо больше Поэтому ничего с нами не случится, если мы посидим дома и проведем это время с пользой Так получилось, что один из родственников Чамару, точнее, одна из маленьких семей И его большой семье, они живут в Нью-Йорке, и они заболели коронавирусом Огромное количество людей заболело в Нью-Йорке Я вам не буду говорить никакие цифры Просто потому что, я признаюсь честно, я новости вообще не смотрю То есть я не читаю, сколько погибших Я в целом вообще не в курсе, сколько там Я знаю, что их много Мне иногда муж или какие-нибудь добрые люди расписывают цифры, бросают, кидают Я честно не хочу воспринимать эту ситуацию в цифрах Я просто понимаю, что я должна делать вместе со своей семьей Самое лучшее, самое безопасное времяпрепровождение Чтобы это никаким образом не принесло больше ущерба какой-то другой семье Мы молодые, мы здоровые, мы хорошо питаемся Поэтому, безусловно, этот вирус для нас шансов больше, что с нами как бы ничего не произойдет Но люди, которые в возрасте и которые есть какие-то осложнения по здоровью Таких в нашем мире много Им, к сожалению, ну как бы не то, что стоит бояться этого вируса Но им нужно опасаться и принять абсолютно все меры, которые нам рекомендуют Поэтому сегодня мы первый раз за это время поедем на Манхэттен Потому что нам нужно привезти некоторую провизию нашей семье Мы оставим просто пакет на крыльце их дома Мы не будем даже заходить в подъезд Мы не будем выходить из машины По понятным всем причинам Вирус, он, конечно, не запрыгивает в окна машины Чтобы вам его подцепить где-то, вам нужно потрогать какую-нибудь поверхность И потом занести ее на слизистую вашего лица, тела И очень хочется посмотреть на обстановку в Нью-Йорке Потому что я думаю, что это будет историей планеты Земля И Нью-Йорк, как эпицентр, очень долго это не забудет Поэтому я считаю тоже, что это мой долг Посмотреть, что происходит в этом городе Как он борется, насколько он сильный Как он готов выживать Насколько дух людей не падает И они готовы плечо к плечу бороться Ну вот с такой ненастью 2020 года Мне очень хочется посмотреть, что происходит в 7 часов вечера Я видела, что в Нью-Йорке огромный-огромный шквал аплодисментов И криков, поддерживающих медицинских работников Которые на сегодняшний день являются нашими героями Которые жертвуют, так скажем, своим временем И они рискуют своей жизнью, кто-то, да Для того, чтобы сохранить спокойствие и подарить жизнь людям Я очень впечатлительный человек Поэтому для меня сегодняшняя поездка в Нью-Йорк будет сложной Я к этому поездке готовлюсь уже не первые сутки Я понимаю, что нашей семье нужна помощь И самое лучшее, что мы можем сделать сегодня Это просто передать им продукты Передать им лекарства Всякие медицинские средства Которые у меня дома есть Сейчас очень тяжело что-либо заказать Потому что реально, во-первых, доставка очень долго занимает время Просто потому что все скупают Посмотрите, какая просто очередь в 11 часов утра В один из самых дорогих магазинов продуктовых То есть в обычное время В этот продуктовый магазин ходит очень узкий круг людей То на сегодняшний день Даже в этот магазин, в гигантская очередь Я уже не говорю о тех магазинах, где продукты более доступны по цене Обычному жителю Америки С недавних времен, где-то примерно с 8 апреля В магазины никуда не впускают без маски И маска это обязательная составляющая для посещения Какого-либо закрытого пространства Как, допустим, продовольственные магазины Также в Нью-Джерси Мы живем в Нью-Джерси Ну, непосредственно Нью-Йорк Вот, через речку Здесь тоже происходит сейчас такая вспышка Потому что практически весь эта часть Нью-Джерси Где мы живем, работает на Нью-Йорк И люди продолжают гулять в парках Люди продолжают поддерживать социальную жизнь И, в общем-то, поэтому этот вирус распространяется Он очень легко, им очень легко заразиться Услов о том, как вообще происходят все эти тестирования И вот эти все медицинские штучки Во-первых, Америка реально была не готова к такому шоку Они были как-то, мне кажется, уверены Что это пройдет мимо них И, честно сказать, мы тоже были уверены То есть мы до последнего реально не верили Что, ну, блин, такая ситуация будет настолько серьезная Как мы все видим, реально ситуация набрала серьезные обороты Очень сильно страдает маленький бизнес Но, как нам известно, маленький бизнес здесь должен будет Ну, обещают, по всякому случаю Поддерживаться со стороны государства То есть будут какую-то делать Во-первых, на три месяца заморозили Три, не два На три месяца заморозили различные ипотеки Различные выплаты рент Не знаю насчет в частном порядке на жилье Но рента, вроде как, в Нью-Йорке на рестораны Они заморожены Просто потому, что вот у Чамару семьи У них рестораны в Нью-Йорке Поэтому, как бы, вот через них мы знаем Что на три месяца, вроде как, им без каких-либо штрафов То есть заморозили В нашем случае тоже наша ипотека нам заморозили Но мы продолжаем платить содержание дома Хотя у нас в доме ничего не работает Кроме как консьержев То есть все спа, все-все-все закрыто Но мы все равно продолжаем это платить Вот, и в нашем случае у нас ипотека даже ниже Чем содержание дома То есть для нас содержание дома Это самая большая часть И мы должны продолжать платить Мой муж по понятным обстоятельствам Сейчас находится без работы Потому что ресторан закрыт И даже когда его откроют Скорее всего, это будет очень-очень-очень Медленно растущий бизнес Потому что просто понятно Что люди будут бояться По-первости ходить в рестораны В закрытые пространства В нашем случае мы боимся больше Этого экономического кризиса Нежели этого вируса Ну просто потому что мы молодые Но мы прекрасно понимаем Что мы несем ответственность За людей, которые пожилые У которых есть проблемы по здоровью Что касается тестов Вот реально здесь вот тяжело объяснить Вообще без мата Как с тестами происходит ситуация Когда у меня было подозрение Что возможно, что там у меня будет Какой-то вот были симптоматики Хотя я никогда не тестилась Ничего не сделала Просто я позвонила по этому номеру Узнать, как вообще можно протеститься То там реально лабиринт То есть ты просто так вот захочешь протеститься Тебя не протестят То есть там нужно какую-то там справку от врача Нужно позвонить там Выждать что-то полтора часа на телефоне То есть реально человек, который болеет Вот этот весь лабиринт преодолеть Чтобы быть протестированным Это реально сложно Вот наша семья заболели Она звонит своему доктору Говорит, у меня такие симптомы Он говорит, да, это у тебя коронавирус Поэтому сиди дома и не высовывайся То есть я не тестили Поэтому официальные цифры Они даже маленькие По сравнению с тем, сколько людей реально заболевшие И которые переболевшие И не ходили к врачу Другая тема Ладно, хорошо, у тебя есть страховка И ты позвонил врачу Врач сказал, сиди дома Другая тема Это в том, что очень у многих нет страховки Потому что здесь страховка очень дорогая И не все себе могут, к сожалению, позволить И поход к доктору Очень многим обойдется в сотни А иногда даже тысячи долларов Поэтому люди просто боятся Не то, что умереть от коронавируса А потом просто от удара и инфаркта Когда они увидят счет Медицинский счет Из больницы Здесь такая несовершенная Медицинская система Соединенных Штатов Я не знаю, если в мире вообще Совершенная система Но точно могу сказать С полной уверенностью, что в США Она вообще далеко не идеальная Но я понимаю, что Они сейчас переживают огромный кризис То есть медицинская система Вообще всего мира переживает Огромный кризис Я очень надеюсь на то Что эта ситуация всех нас научит Очень многому Медицинскую систему Например, как улучшить медицинскую Как предотвратить, чтобы такое В будущем появлялось Есть очень классный TED Talk Такой канал Где там рассказывают вирусолог По поводу всех этих вирусов И будущего Если вы владеете английским достаточно хорошо Я оставлю линк внизу Посмотрите обязательно Я очень надеюсь на то Что все мы извлечем из этой ситуации Только плюсы Я очень надеюсь, что этот вирус Скоро остановится Более того, я уверена, что он остановится Рано или поздно Ничего не бывает навсегда Просто такой момент Когда нам всем вместе нужно переждать Друг другу помогать по возможности И самое главное Наслаждаться тем временем Который нам подарил этот мир Чтобы находиться со своими родными Я очень сильно надеюсь, что вы именно Находитесь с ними Со своими родными Кто-то нам, возможно, живет с друзьями И насладиться тем самым моментом Когда Вот просто есть вот сейчас И вам Этим моментом нужно насладиться Мне кажется, это так забыто нами В связи со всеми этими Медийными, социальными сетями И всей этой жизни Этому шуму Постороннему Такому, который нам мешает Реально насладиться Сегодняшним моментом В общем, ребята Поедем с вами сегодня Покатаемся По улицам Нью-Йорка Просто запечатлим их Такие, какие они сейчас И надеемся, что Больше никогда Мы не увидим Нью-Йорк Таким пустым И таким грустным Но несмотря на то, что он Будет пустым И грустным Чувствуется эта сила Города Которая Уже очень много чего В своей истории повидала И эта ситуация Сделает Нас Всех Только сильнее Ну что, поехали в Нью-Йорк Чтобы заехать в Нью-Йорк Нам нужно одеть Обязательно маски Мы приехали в Нью-Йорк Сейчас Чамару Выгрузит все сумки Поставит возле подъезда И мы поедем домой Ну а по дороге домой Мы посмотрим Что происходит в Нью-Йорке В Нью-Йорке В Нью-Йорке В Нью-Йорке Красота В Нью-Йорке В Нью-Йорке Честное ощущение очень странное убедить Нью-Йорк просто пустым и потому что этот город он именно знаменит тем что здесь постоянно кипишь здесь постоянно что-то происходит и сейчас он просто как город-призрак все рестораны закрыты все кафешки только работают некоторые на вынос сейчас наверное рестораны пиццы в выигрышной ситуации или еще как-то выживают магазины открыты некоторые в основном открыты магазины но допускают только в масках что еще с бизнес здесь мы приезжаем сейчас health kitchen вот видно магазин открыт кафешки закрыты магазины все не очень радужно конечно же сейчас в метро очень мало ездит народу и соответственно метро стало чище соответственно все жители метро под названием большие крысы не имеют такого количества еды а как-то пропитаться именно поэтому все это количество крыс теперь стремительно вылазит наружу ищет пропитание я не могу вам сказать что это правда но мне кажется что такая теория имеет гонику также бездомные люди если раньше было огромное количество людей туристов которые подавали доллар там доллар тут 25 копеек 25 точнее центов то есть часто людей нет на улице и бездомным реально сложнее выжить на улице и они стали более агрессивны и тяжело выжить сейчас просто потому что им не подают деньги и они более агрессивные и нападают на людей типа давай сюда такая вот али проснулась не очень состояние настроение подбывают бедненько мы их на заднем месте будет хорошо мы выезжаем уже в туннель поехали домой и ребята спасибо вам за просмотр надеюсь что это было и информативно и полезно и ну вдохновило вас на какую-то поставил на какую-то позитивную и ответственную нотку будьте здоровы и мы увидимся с вами в следующих видео